В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Руслова. Здравствуйте! Уже в эту субботу, 19 марта, в Ненецком округе стартуют традиционные соревнования по снегоходному кроссу «Бурандей» на Кубок Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации Артура Челенгарова. Сегодня в нашей программе принимают участие Антон Пустовалов, руководитель Департамента образования, культуры и спорта, Ирина Тихомирова, генеральный директор Центра развития бизнеса, а также Ирина Никонова и Ирина Мазина. Здравствуйте! Антон Геннадьевич, первый вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, чем гонки в этом году будут отличаться от гонок предыдущих годов? Какие новшества будут в проведении? Ну, сами гонки у нас традиционные, поэтому мы всегда их проводим. Уже в этом году это 26-й раз. Поменялось в этом году место проведения гонок. Гонки пройдут по направлению, как через лыжероллерную трассу проезжать. Там есть база наших военных, и там будут как раз все указатели, как нужно проезжать до самого мероприятия. На что эта трасса очень долго обсуждалась, именно само место проведения гонок с самими ребятами, которые традиционно участвуют в соревнованиях. В настоящее время нам сейчас нельзя проводить мероприятия на воде, поэтому мы искали здесь на территории города, для того, чтобы было удобно добраться жителям округа, также и гонщикам. Выбрали это место, расположили там трассу. Главное отличие, что у нас в последнее время было на одной трассе проведение гонок и для буранов, и для иностранной техники. В этом году у нас сделана очень хорошая трасса, правильная трасса для снегоходов типа буран, и для иностранной техники ребята могут соревноваться. Она более интересная, она сложная, ребята уже тренируются с начала года на этой трассе, но постепенно они уже сейчас показывают очень хороший результат. Еще дополнительное нововведение. У нас появился сайт Бурандея, у нас появились группы в социальных сетях, где мы рассказываем о самих гонках, добавляем туда информацию об истории гонок. У нас раньше не собиралась информация, не было в одном источнике, где можно было найти о первых победителях, о победителях последующих лет. Сейчас мы этот сайт постоянно наполняем, собираем информацию из всех доступных нам источников, и на этом сайте у нас уже будет более полная информация. Человек может прийти, ознакомиться, узнать, как же с чего начинались гонки и какие они сейчас. Само место проведения трассы поменяло, конечно, и концепцию расстановки всех на трассе мест. Скажем, мест, да, у нас, получается, есть отдельное место для питания, потому что люди могут приехать, и им есть необходимость теплой палатки, потому что мы не знаем, какая будет точная погода, если будет холодно, что люди могли зайти, выпить чаю. Это имеется в виду гонщики или зрителя? Это зрители могут зайти в теплой палатке, выпить чаю, съесть что-нибудь очень вкусное, нам здесь помогают предприниматели. В связи с тем, что у нас новое место проведения трассы, а также это и коснулось самой организации наших спортивных соревнований на территории. И мы делали основу, самое главное, на комфорт людей, которые приходят на мероприятия, которые болеют за наших гонщиков. Люди должны и выпить горячего чая, и теплые палатки будут организованы. Полностью есть активности для детей. И самое главное, в этом году мы делаем, так сказать, основную красную линию, которая у нас проходит в самом мероприятии. Это, так сказать, благотворительность, это помощь Мистиславу, да, ребенку, которому сейчас очень требуется помощь. Если все-таки вернуться немножечко к формату гонок, формат сам мероприятия, он как-то поменялся? Это вот эти заезды, какие-то есть новые? У нас сейчас поменялся только одна категория, это возрастная категория ветераны. Поменялся она в связи с тем, что у нас, мы уже в начале года начали об этом говорить и доводить информацию до самих гонщиков о том, что у нас очень мало регистрировалось людей на категорию ветераны старше 55 лет. Понимаем, что гонщики соревнуются между собой от 18 до 55. Раньше это было, сейчас у нас всего заявок от 50 и старше, на сегодняшний момент 6. А раньше с 55 и старше было около 2-3 заявок. И поэтому, чтобы расширить, так сказать, возможности для гонщиков, которые выступают в категории ветеранов и, так сказать, посоревноваться уже с друг другом, так сказать, почувствовать вот этот адреналин и драйв, мы сделали их категорию немного шире. Мы сделали именно категорию от 50 и старше. Насколько мне известно, и вы сказали уже об этом, что на Бурандее будут проводиться благотворительные акции в поддержку Мстислава Никонова, и предприниматели будут участвовать в этой акции. Ирина Викторовна, расскажите, пожалуйста, что будет, какие предприниматели будут участвовать, и как люди могут свой вклад внести в эту акцию? Хорошо. Значит, у нас на площадке Центра развития бизнеса участвует порядка 30 предпринимателей, участников туристического кластера. У нас будет представлен ресторанный дворик, будут представлены две палатки, сделанные в НАУ. И, в общем-то, проговорить с предпринимателем, мы решили провести акцию «Мой бизнес помогает». И по договоренности с предпринимателями часть выручки именно на Бурандее будет перечислена семье Никоновых. А уже определены, какие предприниматели, в каком количестве будут принимать участие в Бурандее в этих акциях? Да, конечно. Кто, если хотя бы из известных? Ну, всем известны это наши народные мастерицы, это и Валерий Гудырев, и Дмитрий Безумов. В гастрономической палатке сделанного в НАУ у нас будет представлен индивидуальный предприниматель Петров, Семяшкин, Ерв, Ленивод-экспорт. То есть, в принципе, все узнаваемые наши предприниматели, которые с года в год участвуют в данном мероприятии. В ресторанном дворике у нас будет представлен порядка семи предпринимателей, в том числе и хлеб из тандыра, и ПАйвазов, и НАУ Арктик. То есть, у нас немножко изменили подход в этом году в части ресторанного дворика, что у каждого домика, у каждого ресторана, вернее, предпринимателя, который будет участвовать, будет какая-то своя фишка с северным оттенком, скажем так. Ну, как, например, блины с морожкой. У каждого будет такой сюрпризик, фишечка северная в ресторан. То есть, мы специально делаем такую историю, чтобы привлечь больше покупателей, чтобы всех накормить. То есть, и каждый житель может свой вклад нести именно через предпринимателя, приобретя непосредственно какой-то напиток, какую-то булочку. То есть, вот так вот каждый житель может поучаствовать в этой акции. Ирина Викторовна, со скольки начнется работа ресторанных двориков, со скольки начнется работа палатки, сделанных НАУ, когда можно посетить их и внести свой вклад? Стартуем мы на соревнованиях в 9 утра и палатки, рестораны, дворик, и работаем до окончания соревнований, до последнего клиента. Кроме того, на соревнованиях на Бурандея будут принимать участие волонтеры, которые тоже будут собирать деньги, собирать средства на лечение Мстислава. Ирина Анатольевна, расскажите, пожалуйста, что будет, какие акции запланированы? У нас организована волонтерами благотворительная ярмарка, на которой могут принять участие все активные жители города и округа, могут предоставить свою какую-то продукцию, то есть какие-то сувениры, изделия какие-то, выпечку, консервацию можно. То есть все могут или сразу привезти на ярмарку, или по контактному телефону позвонят, и мы приедем, заберем эту продукцию. Вот, номер телефона сказать, да? Да. Значит, все могут позвонить по номеру 8-911-653-28-00. Вот, позвонить, и волонтеры приедут, заберут всю эту продукцию, что они готовы будут пожертвовать для благотворительной ярмарки. Когда уже это можно делать? Вот, допустим, сегодня посмотрели программу, и уже сегодня это можно сделать? Да, можно, можно вот буквально с сегодняшнего дня звонить, и мы приедем, все заберем, да. Любой абсолютно житель может обратиться? Ну, конечно, да, но мы там будем смотреть. Главное, чтобы это было не БЛУ, какие-то вещи, которые, знаете, вот в комиссионку отдают. Нет, это нужно, чтобы были сувениры, игрушки, подделки какие-то, потом вот выпечку, консервацию, то есть вот. Чтобы продать потом на самом мероприятии, и эти деньги пойдут уже в помощь Мстиславу. Да, и все деньги выручены, естественно, да, пойдут на лечение Мстиславу. Как-то это место, где вот эта ярмарка будет проходить, оно будет как-то обозначено на Бурандее, или где искать эту палатку? У нас будет, у нас будет две палатки стоять, пока нам неизвестно место, но у нас будут выставлены вот плакаты, соревнования, и будут видны наши вот палатки, потому что они будут обозначены. А сколько палаток запланировано? У нас, конечно, будет, у нас две палатки запланировано. У нас в студии сегодня присутствует мама Мстислава. Ирина Сергеевна, расскажите, пожалуйста, какое состояние у вашего сына, и как жители уже помогли, и что еще они могут сделать, чтобы помочь вашему сыну? На сегодняшний день состояние тяжелое, так как он проходит восстановительный период после высокодозной химиотерапии, показатели крови у него очень низкие, каждый день идет переливание крови, это тромбомасса, и показатели крови должны подняться хотя бы чуть выше, в пределах нормы. Сегодня я ему звонила, самочувствие у него хорошее, аппетит у него тоже так же, более-менее, настроение у него, соответственно, как в больнице бывает настроение. Ждем, конечно, чтобы повысились результаты, чтобы провести контрольный анализ и посмотреть, вошел он в ремиссию или нет. Это сейчас наша главная задача, чтобы он вошел в ремиссию, чтобы можно было продолжить дальнейшее лечение. А он в Наридмаре сейчас находится? Он находится в Архангельске, в отделении химиотерапии, но он пока что нетранспортабелен для того, чтобы выезжать за пределы округа, то есть в Израиль. Что жители округа уже сделали? Смогли они что-то сделать? У нас создана в социальных сетях группа поддержки. Девочки-волонтеры из Архангельска и Северодвинска нам обозначили новый формат такой, большой формат в социальных сетях создать вот эту группу. В эту группу мы подключили всех активных волонтеров. Там в этой группе создано много чатов. Чаты на разные темы. Подключился практически весь округ. Мы нашли даже действующих наших, обучили волонтеров, жителей округа. Я скажу, что подключился весь округ. Очень идет огромная поддержка от народа, за что им очень благодарна. Низкий поклон. Спасибо им за помощь. Вот такая вот важная сейчас поддержка, которая необходима. Нам любая помощь, она нас приближает к цели. Это тоже один шаг к выздоровлению. Поэтому в эту группу может вступить любой житель. Нам даже важна любая информация по распространению. Потому что важно, чтобы эта информация вышла за пределы округа. Так как в округе об этом уже все знают. Но чем больше нас людей будет слышать и видеть, тем, конечно же, будет больше поддержка и больше будет помощи. Многие звонят из разных регионов, из разных уголков нашей страны. Просто интересуются, спрашивают. То есть мы видим, что работа идет. Информация распространяется. Если каждый житель даже подключится в том плане, чтобы хотя бы зайти в эту группу, на свою страничку перекинуть информацию, лайкнуть и написать комментарий, это уже есть тоже большая помощь. Потому что, сами понимаете, что социальные сети у нас сейчас больше половины населения там находится. В этом плане очень благодарна волонтерам, которые научили нас, которые научили работать наших жителей и помогать. А сбор двигается? Сбор двигается. На сегодняшний день курс доллар меняется. И поэтому, может быть, здесь немножко... Я не могу сказать, насколько сумма уже собрана. Но требуется 348 тысяч долларов. В пределах 70 тысяч долларов у нас уже собрано. А нынешняя ситуация в стране, она не повлияет на лечение в Израиле, на возможность осуществить это лечение? Ну, мы с куратором из Израиля созваниваемся, переговариваем с ним. И он говорит, что у них все спокойно, они нас там ждут. Единственное, что проблема будет с выводом валюты за рубеж. Вот так вот. Что могут жители еще сделать для того, чтобы помочь Мстиславу? Как вы считаете, что можно, кроме того, что в социальных сетях эту огласку давать, что еще можно сделать? Ну, мы призываем, чтобы оказать любая помощь, даже моральная поддержка. Многие ему звонят, пишут. И, конечно же, у него поднимается настроение. Он очень тоже любит соревнования в Урандэй, будет смотреть. И, конечно, бы желал тоже на них присутствовать. Мечта такая у него самому когда-нибудь прокатиться. А вступать в социальные сети и в группу поддержки. И там у нас идут в основном вся поддержка и все там в социальной этой группе. Ирина Анатольевна, расскажите, пожалуйста, о том, что за группа создана ВКонтакте, как в нее вступить, как жители реагируют на помощь, как найти эту группу? Ну, группа ВКонтакте создана, по-моему, там уже все про нее знают, вот, как в нее вступить. Ну, в принципе, во всех там сообществах тоже информация бывает про нашу группу. Везде ссылки есть. Потом, что еще хотела добавить, что у нас там в этой группе очень много проходит всяких мероприятий, в том плане, что вот акции какие-то, даже сейчас спортивные соревнования хотят тоже сделать, благотворительные акции. И ярмарки в селах тоже проводили, вот. И все вот эта вот вся информация вот про эти акции, это все вот в этой группе ВКонтакте есть вся информация, вот. А сколько человек сейчас уже примерно в этой группе находится? Там примерно где-то две тысячи подписчиков, вот. Вот. И все, все как бы хотят участвовать в каких-то акциях, там помогают, то есть активно ведется в плане, вот. Народ активно реагирует? Да, онлайн, да, очень активно. Все хотят кто-то помочь, какие-то вот эти вот предложения по проведению мероприятий тоже очень много поступает. Вот. И давайте перейдем к организационным вопросам. Я думаю, что они тоже интересуют наших телезрителей. Антон Геннадьевич, расскажите, пожалуйста, будет ли организована парковка в месте проведения соревнований? Будет ли автобус, который будет подвозить жителей на мероприятие? Как вообще можно будет туда добраться? Ну, я еще хотел бы вначале сказать, что все-таки любая акция, которую мы проводим, и Буранде, это спортивное соревнование, оно помогает как можно больше средств привлечь к тому, чтобы мы могли собирать средства для Местислава. Это очень хорошо то, что сейчас у нас все активности, которые будут организованы на самом мероприятии, они будут направлены именно на помощь Местиславу. У нас проходят спортивные соревнования. На самом мероприятии будет организовано вот Центром развития бизнеса, питание, потому что человек, который приходит, он должен зайти в теплое место, сможет погреться, покушать, и в то же время помогая любимому празднику Местислава проведение этого мероприятия. Также у нас будет и онлайн-трансляция полностью организованного мероприятия, поэтому здесь и все жители могут посмотреть, и там будет информация о том, как это сделать, как помочь Местиславу. На самом мероприятии будет организовано, говоря о парковках, будет организовано две парковки, чтобы жители могли приехать на своем личном автомобиле, на машине припарковать его, и также будет организована отдельная парковка для снегоходов. Также мы сейчас в социальных сетях разместим информацию, как к этим парковкам нужно правильно подъезжать, а также, когда будете подъезжать, будут указатели стоять. И будет организован с 9.30 утра от площади Ленина рейсовый автобус, он будет ходить постоянно туда-обратно в течение дня, планируем завершить к 16.00 вечера. И это все время будет автобус ходить от площади Ленина до места проведения, поэтому если кто-то захочет прийти на мероприятие, посмотреть спортивные соревнования и поучаствовать в акциях по поддержке Местислава, они могут сесть на автобус и добраться до места проведения праздника. Вместе с волонтерами, молодежным центром у нас будет организована вот эта большая площадка, где будут волонтеры, будут в специальной форме, будут у них специальные бейджики, где, если вы их увидите на самом мероприятии, говоря жителям, можете подойти, они расскажут, как подойти, какие есть инструменты помощи, как можно, так сказать, поучаствовать в этих акциях, все, что необходимо. Вместе мы здесь отрабатываем, всегда находимся на связи, и здесь мы можем это все для жителей донести, и они эту информацию получат. На самом мероприятии у нас, помимо питания, помимо акций, у нас будут еще организованы те компании нефтяные, которые помогали в организации праздника, они делали свои презентационные палатки, это полностью открытые палатки у нас по поручению губернатора, как вы знали, что у нас не будет вип-кородков, так называемых, не будет отдельных каких-то палаток для гостей, это открытые палатки, где нефтяные компании смогут рассказать о своей деятельности на территории региона, сказать, где они участвуют именно в поддержке нашего региона, это компании, которые помогают в закупке техники для школ, к примеру, или те, которые занимаются строительством, они все о своей компании смогут рассказать, человек может зайти в эту палатку и узнать о деятельности той или иной компании, которая будет презентована на территории региона. А насколько зрелищно будет, насколько можно будет хорошо видеть трассу, насколько можно зрителям удобно и доступно это все будет и безопасно? У самой трассы на месте старт-финиш и на самых таких зрелищных местах, сложных местах на трассе у нас установлены две трибуны, они полностью безопасны, они ограждены, необходимые ограждения у них установлены, полностью безопасны, у нас можно будет подняться и смотреть именно на мероприятие сверху, и все будет видно. Самое главное, наш праздник Бурандея – это традиционный праздник, и у нас участвуют уже семьи или поколения, мы знаем эти семьи, которые участвуют в мероприятии, и все за них могут прийти и поболеть. Антон Геннадьевич, в прошлом году было очень много нареканий о том, что было неудобно для жителей округа сделано зонирование, был вип-городок, очень много было возмущений, нареканий по этому поводу. В этом году как-то учтены пожелания жителей города округа? Конечно, мы видим, мы видим социальные сети и видим, что люди говорят, причем как бы со своей стороны постоянно встречаюсь с активными ребятами, которые участвуют в соревнованиях, мы с ними вместе отрабатываем и саму трассу, и само зонирование даже мероприятия, потому что у нас основа спортивные соревнования, и гонщики должны иметь доступ, конечно, и к своим снегоходам, и к ремонтной базе, и у них должен быть тоже горячий чай, потому что они находятся все время на холоде и занимаются своей техникой. Зонирование постоянно меняется, как я сказал, о том, что у нас, как будут организованы до этого, где будут организованы презентационные палатки, питание и также другие активности на мероприятии. Что самое главное, будут отдельные активности для детей, если родители приходят вместе с детьми, у них будет организована горка, можно будет детям, так сказать, такой небольшой интерактив для детей, потому что мы понимаем, что многие приезжают с семьями, болеют за своих близких на это мероприятие, поэтому для детей будет организована отдельная зонированная территория. Хотел сказать, что сами гонщики, понимая и общаясь с ними по той ситуации, которая происходит именно по Местиславу, они очень поддерживают проведение акций в поддержку Местиславы, и со своей стороны они даже вышли с таким предложением, на что они написали об этом губернатору, о том, что они готовы отказаться от многих вещей в организации праздника, и средства, которые будут собраны, чтобы передать на помощь Местиславу, они будут отказываться. Они сказали, что если те ребята, которые побеждают в соревнованиях, у них есть такая возможность передать свои средства на помощь Местиславу, это все будет открыто, и ребята выступили сами с этой инициативы к Юрию Васильевичу Бездудному, и мы их в этом плане очень поддерживаем, и все мероприятие будет основано на эту поддержку. А сколько человек уже заявилось, и вообще вот как там продвигаются заявки, вот эти как они продвигаются? Да, в настоящее время сейчас около 50-60 человек заявилось уже на само мероприятие, но у нас жеребьевка будет только в четверг, поэтому сейчас идет, конечно, самый активный, так сказать, период, когда гонщики приходят на соревнования, понимая, что у нас приезжает очень много сел ребят, и они сейчас именно как раз активно занимаются для того, чтобы зарегистрироваться и поучаствовать в соревнованиях. Просто мы читаем социальные сети и видим, что в социальных сетях происходит, как люди реагируют на проведение самого мероприятия, но это традиционное мероприятие, оно в 26-й раз проходит, мы его делаем для того, чтобы привлечь внимание всех жителей, у нас сейчас в группе 2000 человек, а в регионе живет 44 тысячи человек, понятное дело, мы еще больше привлечем, мы понимаем, что мы к помощи Местиславу еще больше людей, общественности можем привлечь. Проведением спортивных соревнований, потому что много людей приезжает и участвует в празднике, и проведением этого праздника мы еще больше как раз сможем рассказать об этом людям, а не надо, как в социальных сетях иногда открываются какие-то обсуждения о том, что правильно это или нет. Люди, наоборот, для себя участвуют в этих акциях, и у нас прошлый год был посвящен Году добрых дел, и мы сделали очень много, и у нас волонтерское движение в регионе расширяется, вот когда обращались к нашим волонтерам, у нас сейчас помимо того, что у нас волонтеры есть акции «Мы вместе», те, которые помогали жителям в период ковидной ситуации, когда было очень много заболевших. Эти волонтеры сейчас постоянно, количество волонтеров увеличивается, у людей возникает запрос на помощь друг другу, и это очень хорошо, тем самым мы, так сказать, общество уже реагирует на проблемы друг друга, мы становимся ближе, тем самым, развивая волонтерское движение, мне кажется, мы становимся ближе к друг другу, мы уже умеем друг другу помогать, потому что это уже на протяжении трех лет, когда у нас был по всей стране, ну и сейчас ситуация ковидная, мы помогали друг другу, помогали тем людям, которым никто не мог помочь, купить еду или погулять с собакой, даже самое простое, или привезти лекарства. А сейчас это уже переходит, чем больше мы будем создавать волонтерское движение, тем мы к друг другу станем ближе, и научимся, так сказать, помогать, ну не то, что научимся, а будем еще больше друг другу помогать. Ирина Сергеевна, вы хотели дополнить про группу ВКонтакте, про помощь волонтеров как раз? Да, также вот у нас там идет дистанционная лотерея, в которую могут принять любой житель округа, также мы привлекаем туда спонсоров, для этой лотереи нужен какой-нибудь лот, и этот лот мы разыгрываем, тем самым мы тоже привлекаем в финансовую сторону. Вот это очень интересно, очень много жителей участвует в этой лотереи, вот, и также у нас проходят сейчас везде ярмарки, во всех населенных пунктах, есть желающие, есть точно так же можно приобрести что-то на этой ярмарке, что-то принести на эту ярмарку, поэтому принимайте активное участие. Спасибо. Антон Геннадьевич, еще каратенечко по безопасности во время гонок, кто будет обеспечивать безопасность зрителей, безопасность гонщиков? Гонщики проходят традиционный медицинский осмотр, как это будет организовано вообще, каким образом? Вот в четверг они получаются, последний день подачи заявок, правильно? В четверг уже пройдет жеребьевка, когда мы уже будем понимать по гонщикам. Мы все проводим традиционно, конечно, гонщики должны быть и пройти обследование, и спортивную медицину, и на самой трассе будет организовано, будет все безопасно. У нас есть, уже проведено на самой трассе несколько, так сказать, назовем это совещаний, но уже у нас силовые органы, все которые там МЧС, и также наше здравоохранение, они уже посмотрели все сложные места, уже для себя все поняли, как сделать эту трассу безопасной. Она сложная, но в то же время безопасная, и у нас будет дежурить две скорые, которые будут на трассе для буранов и на трассе для иностранной техники. Поэтому здесь, я думаю, что, причем ребята уже тренируются с начала года на этой трассе, мы ее в этом году сделали почти за полтора месяца до проведения мероприятия, следовательно, они уже понимают те сложные места, и как, так сказать, на этой трассе занять первое место. Я правильно понимаю, эта трасса впоследствии станет постоянной и круглогодичной для гонщиков, для проведения различных гонок? Мы часто общаемся с нашей федерацией, что радует, что у нас в этом году, уже в прошлом году создали федерацию, ребята очень активные, ребята хотят продвижения своего спорта, почему наши традиционные соревнования уже проходят в 26-й раз, и сейчас общественность уже имеет тот запрос на то, чтобы, как я сказал, создали федерацию, и мы с ними идем сейчас на контакте. Я знаю, что Юрий Васильевич бездудный очень хорошо относится именно к созданию детской школы, потому что уже есть в этом необходимость, у нас семьи, которые участвовали в Буранах, но не нужно, участвовали в Бурандее. Не нужно забывать, что Бурандея, это помимо традиционного, это еще и массовый вид спорта. Мы не хотим, создавая школу, точнее, мы хотим, чтобы у нас появились сильные ребята, которые могут кататься, которые могут профессионально управлять техникой, мы еще и хотим, как можно больше и детей уже привлекать, чтобы они получили уже образование, научились пользоваться этой техникой, и вместе с нашими гонщиками, у нас очень сильные гонщики, если вы знаете, у нас на сайте Бурандея выходили хорошие новости, это такой молодежный проект, когда ребята рассказывали о Бурандее, рассказывали о новостях культуры, образования и спорта, что самое главное, рассказывали об опыте, который есть в других регионах, и даже за рубежом, поэтому нам сейчас это необходимо сейчас развивать, и Юрий Васильевич дал такое поручение, мы сейчас его отрабатываем, чтобы появилась и как школа, и у нас появилась круглогодичная трасса для ребят, которые могли бы заниматься и летом на своей технике, и зимой на технике, которая принадлежит к зиме. Ну, я имею в виду, что это квадроциклы, это мототехника, и снегоходы, если это зима. Поэтому мы в дальнейшем будем, конечно, ребятам помогать, и как департамент, для того, чтобы выстроить и дать им возможность на этой трассе постоянно тренироваться. А зарегистрировались гонщики из других регионов на Бурандее в этом году? Нет, гонщики из других регионов. Только из деревень? Ну, я не могу сказать, пока не знаю списка, но, по крайней мере, мне эту информацию пока не докладывали. А из населенных пунктов есть участники? Из населенных пунктов есть. У нас традиционно участвуют из Красного, из Каменки, ребята. Поэтому я думаю, что это будет очень хорошее мероприятие. Это хорошее спортивное соревнование. Интересные жители получат и как заряд адреналина, как сами гонщики, участвующие в соревнованиях, так и смогут помочь Местиславу. Ирина Анатольевна, Вы хотели дополнить еще о мероприятиях, которые организованы в поддержку Местислава. Да, еще хотелось бы добавить, что в Заполярной столице Оксана Курленко нам помогает организовать выставку, продажу тоже благотворительного характера в поддержку Местислава для гостей города. Вот сейчас приезжают очень много гостей. Вот, и для этих гостей будет там вот эта вот выставка. Она уже работает? Нет, она будет в четверг уже вот как бы работать. И на эту выставку представлены, значит, представила на выставку в Заполярной столице представила эксклюзивную свою коллекцию кукол. Это мастерица Соксина, Маркова. Вот, очень эксклюзивные куклы. И желающие могут прийти? И не только те, кто приехал в гости? Могут и жители города тоже прийти посмотреть, да, вот. Там прямо в холле вот эта вот выставка организована. Спасибо, что пришли к нам, рассказали про мероприятия. Сегодня мы говорили в студии телеканала Север о предстоящих соревнованиях по снегоходному кроссу Бурандей на Кубок Героя Советского Союза. Героя Российской Федерации Артура Челенгарова, которые пройдут уже в эту субботу, 19 марта. Телеканал Север покажет гонки в прямом эфире. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин